На канадскую провинцию Британская Колумбия обрушился снежный шторм. 75 тысяч человек остались без электричества. Больше всего из-за непогоды пострадал остров Ванкувер, Галф и некоторые части региона Лоурел-Мейнленд. На данный момент аварийные службы приступили к восстановительным работам. 45 тысячам потребителей вернули подачу электричества, 32 тысячи пока по-прежнему остаются без света. По данным Национального метеобюро, на острове Ванкувер за сутки может выпасть до 25 сантиметров снега. По состоянию на 20 декабря 2017 года некоторые автомагистрали перекрыты для движения. Во многих школах отменили занятия. Глобальные климатические изменения уже влияют на здоровье, условия проживания и жизнеобеспечения людей на всех континентах Земли. Наблюдаемое увеличение роста динамики глобальных природных катаклизмов указывает на то, что уже в ближайшие десятилетия они приведут к катастрофическим последствиям мирового масштаба для цивилизации в целом, не виданным за всю историю человечества жертвам и разрушениям. Нужны срочные, экстраординарные меры, объединяющие людей в одну дружную мировую семью. Ведь никто в одиночку не справится с глобальными проблемами ближайших лет, будь то человек, семья, компания, город или страна. С этой целью и было создано Международное общественное движение «АЛЛАТРА» – всенародное мировое движение вне политики и вне религии, которое на сегодняшний день уже объединяет сотни тысяч людей, более чем из 200 стран мира. Вся его деятельность направлена на дружбу и объединение людей из разных стран через совместные проекты, взаимопомощь, консолидацию усилий в созидательных делах. Нужно исключать все разделяющее людей и изыскивать все, что объединяет людей, делает их человечнее и гуманнее во всех отношениях. Только нелюди могут противостоять такому всеобщему, реально всенародному объединению и сплоченной дружбе между народами мира. Дорогие зрители, если вы хотите иметь постоянно свежую и объективную информацию, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии и мы будем освещать интересующие вас изменения климата.